Не дотягивают, может быть, до этого звания. Стицуренко сейчас бой ведет, да, он поточнее. Александр Стицуренко в синих трусах, поточнее, вот видно, да, то есть, дал Сирию, нырнул, сделал защитное движение и тут же ответил еще раз. То есть, вот так вот уметь это сделать Сирию, защититься и продолжить Сирию. Несколько финалистов из Саратовской области у нас, да, на этом чемпионате. Да, Саратов хороший регион, очень хорошие спортсмены. Очень много клубов в Саратове, не раз проходили чемпионаты России, что, наверное, и привлекает внимание, дает возможность спортсменам поднимать свой уровень. Ну, и, в общем-то, развитие кикбоксинга в регионе напрямую зависит от внимания региональных властей. Несомненно. Губернатора, мэра города. И, конечно, самих ребят, которые там занимаются развитием кикбокса. Ну, это понятно, поскольку не олимпийский пока вид спорта, но только за счет каких-то усилий, энтузиастов, людей, которые сами прошли школу кикбоксинга, которые любят этот вид спорта и, в общем-то, своей жизни не представляют. Без этого курида единоборств. Александр постоянно по ногам пробивает. Точнее, конечно, что говорить, Александру поточнее. Все-таки сказывается, да, мастер спорта. Ну, и поражает география развития кикбоксинга. Все-таки от края до края огромной страны, и Белгородская область, и Амурская область. Расстояние 8 тысяч километров. И, в общем-то, Якутия, Саха, Чеченская республика. Все дальние регионы представлены, не говоря уже о Центральной России. Да, наверное, благодаря тому, что у нас такая большая конкуренция, мы остаемся сильнейшие в мире. Да, Александр заслуженно становится чемпионом России. Еще одна золотая медаль в копилку саратовской команды. Сам Михаил Алисин вручает медаль чемпиона.